приветствую всех ребята пришла мне тоже посылочка как и андрюхи как бы вот я рекламировать не буду но собственно вы уже все видели там все написано по сути откуда доставка тоже с деком было доставка стоило 800 ой 618 рублей даже дешевле чем ему мотор у меня такой же как его назвал тандрюховым не суть башка как всегда не варит сейчас я попробую взвесить вам она не видно будет сбоку от весы у нас нолика не знаю что так влезет вот у нас посылка 12 половиной килограмм она весит не знаю видно нет сто он в этом магазине чуть дешевле чем у него бумажка какая-то она собственно накладная собственно отдал я инструкция даже цветная качество фотографии конечно оставляет желать лучшего но приятно что она есть и прям рот заморочился так коробочки хочется как-то не растягивать плюс камера у меня на морозе сильно мерзнет так в коробочке инструкция и три коробочки принципе все так же как у него тут я так полагаю у нас будет глушитель у у меня в отличие так чего я ссылаюсь не было меня короче мотора такого никогда был только мой маленький так соответственно защита цепи и тросики натяжитель гриппс или как они там называются я думал будут мягкие но они жесткие но с какой-то не знаю резина наверно в общем прорезиненные но пластмасса так трубочка пожелтевшая уже сам глушитель на удивление маленький я думал будет больше так карбюратор тоже на удивление маленький я думал будет больше с иероглифами андрюха говорил тоже думал что будет что-то написано но так вот такой же так это кнопочка глушения но первое каче впечатление все конечно дешевенькая так хомутики и ручка сцепление с кнопочкой как я и ожидал комплект у нас по сути одинаковый на мой взгляд не очень прям как она работает нами как-то она работает а понял ну не знаю качество такое интересовал мне этот глушитель все дырочка тут прям малюсенькая не знаю как вы с ними ездите может оно так кажется и должно работать на двухтактнике у меня отверстие меньше 11 мы будем считать 11 он маленький но тяжеленький заметная блямба для сравнения вот мне точили трубу я думал где глушитель даже она больше хотя я думал что она маленькая то есть видите даже входит и выходит и для сравнения вот мой вот мой глушитель на котором я ездил на вот ставил таким то что мне жалко было выкидывать эту трубу и портить ее как-то я потом его планировал в принципе на четырех тактник поставить 200 кубовый но диаметр у меня меньше тут ход побольше но выход конечно так глушитель у нас весит я наверное с ним ездить не буду потому что на сильно напрягает 900 грамм он почти ровно весит вся эта ерунда может попробую потом разобрать но я так вот тут просто две трубки больше ничего интересного там у нас нету я попробую сварить свой глушитель с нормальным выходом потому что так как то не знаю хотя ради интереса конечно надо бы нам попробовать так вторая коробочка ну блин не знаю на обкатку как мне когда у тебя газа долбит какой-то объем и не могут нормально выйти это явно не есть хорошо а бензобак забыл я про бензобак но он тут тоже есть резьба внутренняя покрашен шероховато и уже смятиной замечательно но правильно чё бы и нет тугая пробочка но внутри вроде особо без ржавчины я наверно тоже им пользоваться не буду думал его продать сразу но из-за вмятины не знаю хотя может и поставлю а тонкие спирки и внутренняя резьба говорил нам надо это еще одна коробочка бак очень легкий о взвешивать нет ну и сам мотор ну да по сравнению с моим он конечно весит просто тонну развалилась цепь слову сказать кстати у меня весьма толстая цепь но звенья уже с завода сидят не плотно тоже в коробочке все почему-то порвано никаких обозначений нету на вид тоже так себе как и весь мотор тут у нас зажигание как он там называется болтики винтики крепления фильтрик тоже почему-то какой-то желтый почему все такое желтое так там у нас еще звездочка звездочку давайте тоже померим блин если все сравнивать с моим движком на котором я ездил честно на мотора потом просто рядом сложу так уже куда-то заховал штангель звезда тоже с овальными прорезями и тоже наверно 4 миллиметра да даже капельку больше и прям тяжеленькая наверно ну из какого-то железного железа магнитики если конечно она магнитится было бы жирно если бы она была из нержавеек пьющей нержавейки я его вскрывать не хочу потому как считаю что сделано в заводе нефиг его и трогать попробую поездить так блин тяжелый какой а выглядит он вот так вот еще раз повторюсь это мой первый мотор о под две шпильки три контакта кстати почему то выходят блин покраска конечно ну такая зачем он вообще покрашен я не очень понимаю он покрашен судя по всему тоже сделано железного железа блин провернули бы его он видно цилиндр приоткрытый по моему там должно быть аж три кольца нафиг там три кольца я не знаю но их там вроде как три свеча уже не как у меня маленькая а полноценная не за что без колпачка так сцепление на как она работает у туго работает блин какого провернуть то а но сейчас я вращаю просто вал мотор не крутится да в общем провернуть у меня сейчас его едва ли получится сколько колец посмотрим потом все прям массивно выглядит кроме ребер прям блин не сравнить конечно с моим мотором собственно давайте его зависим сейчас для сравнения рядом положу свой болты единственное на протяну у меня даже велосипеда о тут бт какой-то написано весь он в краске на видно нет 5 919 почти 6 килограммов он весит что есть довольно много но ощущается даже каким-то более тяжелым вот для сравнения мой двигатель на котором я езжу он прям легче он весь алюминиевый 2 600 он всего весит уже с здоровым фильтром промокшим бензином и прочим их в куче грязи тут конечно вес да так кстати а где характеристики где бумага с характеристиками мотора у меня такой нету почему-то это меня печалит ну что ж ладно этому а ну вот так вот для сравнения на то есть по высоте он прям гораздо больше по длине он тоже по сути больше то что ты тоже редуктор ну и карбюратор как бы тут тоже будет висеть карбюратор с фильтром дурацким который надо менять вообще я думаю карбюраторы все поменять потому что это фигня на этом я ездить не хочу для чего вот эта штука я не понимаю а тут есть и сбоку для сравнения да так вот так вот и вот так вот мой конечно мотор выше прям значительно шире можно посмотреть насколько этот цилиндр больше моего у меня на все таки тут порядка сорока семи кубиков вот возможно 44 я не знаю до сих пор какой у меня ход тут ход должен быть 40 я так понимаю и диаметр 50 поршня то есть 79 там примерно кубиков выход у меня вот такой тут он конечно побольше но не сказать что прям очень сильно причем выход то сам но отверстие большое но вглубь она заужается и по факту сам выход из мотора он получается конечно нам больше моего но не сказать чтобы намного при том что объем значительно больше это все равно будет как-то душить мотор я бы эти дырки под увеличил не знаю насколько это правильно про выход карбюратора я вообще молчу у меня не помню вам 13 карбюратор стоит а тут выход точнее уже вход до получается у меньше 14 но больше 13 но не суть этом эти миллиметровый смотой не миллиметры десятки высматривать не буду по сути вход так и выход на моторе такой же как и на моем маленьком что как-то странно по покрашена пункт даже звезда в общем надо его раздушивать вначале я покатаюсь наверно с другим глушителем но на всем стоковом а потом уже будем смотреть так что еще не посмотрел да наверно собственно и все больше тут ничего интересного нету но покраска прям шершавая ребят ему прям до сверху еще как-то но вся тоже были в какой-то фигне вот но боковина просто да ну и карбюратор на удивление маленький и садится на вот эту штуку не значит такое ну как-то на все так себя блин померить бы еще чего мерить хотя ладно не залезет нами когда штангель а нет залез карбюратор отверстие 14 то есть отверстие пуска даже чуть меньше чем отверстие карбюратора то есть даже если просто вот это отверстие капельку увеличить тем же сверлом наверное мотору чуть-чуть будет дышаться полегче вот как-то и все сцепление тут соответственно работают вот этим рычажком она не центробежная как у меня включается ручкой вот дальше надо покупать какой-то велосипед под него ставить доездить это уже когда будет потеплее но пока что наверное даже и все до новых встреч всем удачи